Добрый день, я Георгиевская Татьяна, рада приветствовать вас на канале Тати Гео. Смотрите, сзади у меня маленькое дерево растет, и растет оно в горшке, в вазоне, в большом, 20-30 литров, но он лопнул, и сейчас я вам хочу показать, как вообще на самом деле выглядит корневая система у деревьев, у саженцев, когда мы их выращиваем в горшках, в контейнерах. Посмотрите на показательный пример. Это корень, вы видите, как он друг с другом обволакивает все. У нас есть три вида, как мы можем выращивать саженцы. Открытая корневая система. Что это значит? Это выращивается в земле саженец и выкапывается из земли, убирается земля, то есть голый корень остается. При таком методе у нас повреждается очень большое количество корней, корневой системы, и он не всегда эффективный. Второй вариант это саженцы с земляным комом. Что это значит? Это он выращивается и выкапывается с земляным комом, пересаживается. Да, повреждается некоторая часть корней, но и большинство из них остается. И самый идеальный вариант для саженца это саженцы в контейнерах. То есть они изначально идеальный вариант, почему? Потому что этот саженец никогда не был пересажен, он сеянцем, изначально был посажен в контейнер. И таким образом рост развивался. Плюсы и минусы опять-таки. На примере вы видите, как корни, когда уже мало места, они начинают переплетаться, душить друг друга. То есть такой вариант в идеале, конечно, дерево высаживать в почву. Даже если оно для декоративных целей здесь, ну, лучше естественные условия. Есть корневая система стержневая, то есть она как стержень вниз растет, и дуб, и ясень. Тогда сам контейнер предусматривается более глубокий, то есть чтобы корни было куда вниз расти. Но в основном вот такая вот ситуация происходит, когда деревья, здесь как декоративно, конечно же, у них оформление. Удивительно. При таких условиях растет замечательно. Небольшой маленький кусочек земли, корни открыты, и он все равно радуется жизни. Потрясающее живучее стремление к жизни у растений. Это надо людям, людям надо учиться в растениях, в любых условиях жить, радоваться, цвести. Желаю вам, чтобы каждый ваш день приносил вам радость. И с вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч на канале Тати Кео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok